доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды снова мы на финансовых рынках и снова мы говорим о ключевых событиях влияющих на динамику финансовых активов ну что ж по прошествии первых двух торговых сессий этой недели можно сказать что на мировых фондовых рынках черный понедельник сменился черным вторником что будет дальше я уверен то что декабрь судя по текущей риторики господина трампа в целом будет оставаться в красных тонах для фондовиков поэтому если фондовый рынок какие-то актива его европейского фондового рынка американского это на те площадки на которых вы торгуете инструменты которых вас интересуют преимущественно лучше строить идея конечно же от а продаж но очень долго настраивались на то что американский фондовый рынок будучи весьма перекупленным должен снизиться я не хочу сейчас ни в коем случае каркать потому что обычно когда я говорил о том что потенциал снижения сохраняется на фоне уже наблюдающейся нисходящей коррекции движения рынок каким-то немыслимым образом разворачивался сейчас опять же я допускаю что такая тенденция сохранится друзья если вы готовы вместе со мной сейчас повариться в кашей именно негатива и роста усиления протекционизма со стороны сша я думаю что нужно работать по новому формирующемуся тренду который предполагается возможность еще большего снижения американском фондовом рынке мы поговорим собственно также как и о действиях президента трампа касательно новых пошлин потому что буквально по всем рынкам это центральная типа у нас есть привычный сценарий по инструментам давайте его опускать не будем нефтянка 61 26 мы в принципе на тех же самых уровнях что и в понедельник и вторник я думаю что рынок готовится сейчас к заседанию опек которая стартует уже завтра допускает что какие-то новости могут прийти уже непосредственно в четверг но лучше настраиваться на то что фактические решения этого заседания будут озвучены только в пятницу почему у нефтянки сейчас очень большой потенциал для того чтобы показать мощную восходящую динамику потому что мы ждем то что страна опека из-за присутствующие всем известные проблемы перепроизводства нефти как минимум примут решение продления действия пакта вот буквально с конца прошлой недели когда появились слухи о том что на повестке будет там также вопрос о необходимости дополнительного снижения нефтедобычи на 400 тысяч баррелей до общего совокупного показателя 1 6 я считаю что мы можем уже полагаться на поддержку нашей длинной позиции через вот новую инициативу стран ближневосточного картеля почему также мы абсолютно лично я друзья уверен том что сейчас шансов на это на то что рынок нефти вырастет процентов 90 просто против 10 того что по итогам заседания рынок провалится ниже 60 долларов за баррель потому что я прекрасно понимаю насколько сейчас заинтересована саудовская аравия а в том чтобы на следующей неделе выйти на максимальные высокие цены айпио и в принципе дать буст таким интенсивным торгам на повышение потому что чем выше сейчас будет котироваться нефтянка тем больше миллиардов на публичном размещении получит владелец сауди арам к то есть саудовская аравия поэтому длинные позиции в приоритете сегодня у нас а кстати запасы по нефтянке в штатах 1830 по московскому времени по прогнозам запасы снизится и вот пожалуйста локальный фактор перед заседанием опек почему также нефть может подрасти доллар иена снижается с локальных максимумов которые были протестированы в недельник уже пора просела на 100 пунктов тоже предсказуемая динамика здесь достаточно причин почему скидывают доллар это против иены спрос на защитную иену классические как только пахнет жареным появляются форс-мажоры в данном случае этими форс-мажорами являются неоднозначные заголовки в сфере внешней торговли конечно же иена франк и золото начинают расти а трейдеры демонстрируют откровенное бегство из риска это то что характеризует тенденции наблюдаемые в данный момент на площадках иена выигрывает почему потому что трампа фактически сделал заявление друзья кстати накануне о том что подписание соглашением будет отложено с китаем на период после президентских выборов это следующий год 15 декабря я думаю что это уже железобетона чудо вряд ли произойдет сша повысит пошлины на китайский импорт стоимостью 160 миллиардов долларов почему я уверен то что вряд ли будет соглашение потому что китай не очень-то торопится идти на встречу соединенным штатам америки после того законопроекта в поддержке протестующих в гонконге который был охарактеризован как вмешательство в дела китая со стороны собственно сша конфронтация есть она усиливается друзья больше негативных комментариев также трампа сразу взялся и за другие регионы под занавес 2019 года как вы помните будут введены пошлины на страны латинской америки бразилии и аргентины и также рассматривает возможности их пригрозил ввести пошлины на весь французский импорт друзья это опять же к тому что следующей жертвой а сша как я не раз говорил будет европейский союз поэтому здесь мы торгую пары доллар и иена сейчас выигрываем от роста неопределенности мировой внешней торговли по доллару конечно же у нас слабый отчет от аэсэм производства сектора четвертый месяц подряд индекс ниже 50 проблема производства сектора это анонс слабых ввп в будущем квартале и готовность возможную федрезерву прислушиваться к позиции трампа в плане дополнительных мер экономического стимулирования нужны вводные дополнительные сегодня они будут и дипи в 16-15 по московскому времени аэсэм сфере услуг в 18.00 а в пятницу нонфарм парал чем больше будет плохих данных тем больше шансов нам еще больше продавить доллар друзья и соответственно еще больше снизится по паре доллар иена золото из-за роста мировой торговой напряженности растет мы в начале этой недели на вебинаре ставили цель среднесрочно она уже достигнута котировки 1478 за тройскую сумму взять только начало дальше будет полторы тысячи долларов и в идеале бы добраться до конца этого года до уровня 1525 1550 американский фондовый рынок как я уже отметил снижается лова вчерашнего дня 3069 пунктов есть очень высокие шансы и вероятность на общем негативе добраться до поддержки 3000 пунктов доллар канадец сегодня один из фундаментальных героев канадец поскольку 18.00 ставка банка канады будет нашему вниманию представлена через час 15 пройдет пресс-конференция стивена полза который возглавляет канадский регулятор держим друзья длинные позиции я думаю что очевидно сейчас потенциал того что пара все-таки продемонстрирует рост уйдет выше отметки 133 цель супер цель идеальная цель до конца этой недели это тест сопротивление 134 любой намек на готовность канадского регулятора также действовать как бы на одной волне с прочими регуляторами регуляторами по стимулированию через снижение процентной ставки это конечно же хорошая почва для движения вверх австралии сегодня активно снижается наконец-таки логика здесь восторжествовала потому что я был крайне удивлен ростом австралийца накануне несколько часов назад вышли слабые данные по темпу экономического роста я надеюсь то что резервный банк австралии посмотрит на них и еще раз попробует убедить тех кто еще сомневается что ставки будут снижаться и дальше котировки 0 68 21 ждем пару ниже 0 67 на 7 евро пока что движений нисходящих не предвидится до следующей недели уж точно потому что сейчас у нас активно слабеет доллар евро от этого выигрывать на следующей неделе заседание европейского центрального банка и вот там уже кристин лагард через намеки на дополнительное стимулирование может ослабить курс евро будем собственно ждать такую динамику фунт против доллара 129 92 друзья мы добрались до сопротивления 130 это чуть выше верхнего уровня коридора о которой мы говорили еще на прошлой неделе я допускаю что сейчас вполне возможно может развиться коррекция вплоть до отметки 128 кстати говоря фунт вырос на новых данных общественного опроса югов когда стало очевидно что у консерваторов подросла поддержка со стороны респондентов на 1 процента до 44 если изменится настроение друзья один процент минус и вот пожалуйста причины для распродаж не нужно торопиться с покупками если вы этого не делали ранее очень весьма вероятно коррекция на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания